Как найти баланс в использовании новых возможностей, как переосмыслить роль Центральной Азии в глобальном информационном пространстве, а также как акцентировать внимание на проблемы современных медиаресурсов? Эти вопросы обсудили сегодня участники Международной конференции «Медиа-2020». Это третье и заключительное событие в рамках медиа-диалога Азии. По мнению его участников, необходимо сообща искать пути эффективного развития отрасли. На просторах Центральной Азии может появиться региональный медиа-хаб. Единая площадка для региональных СМИ, на которой можно будет не только быстро обмениваться новостями, но и за короткое время проверять подлинность или фальшивость новости, а также обмениваться знаниями, опытом, технологиями развития медиа-индустрии. Создание региональных или транс-региональных хабов для распространения информации, программ, технологий вполне реально. К примеру, при Европейском Вещательном Союзе есть сайты, куда люди размещают свои программы и распространяют тем самым. Европейский Союз спонсирует деньги на ко-продакшн, сотрудничество между странами, вложение денег, подключение технологий, которые у нас есть на сегодняшний момент, создание региональных программ между странами. Все это абсолютно возможные вещи. Наболевшая и одна из самых главных проблем современных медиа-ресурсов – фейковые или ложные новости. Как проверить информацию на подлинность, вовремя остановить распространение фейка, решить проблему дефицита информации, рассказали коллеги из Франции. У них по ТВ показывают программу, которая так и называется «Правда или ложь». На самом деле нельзя недооценивать опасность, которая исходит из внешних аутсорсинговых компаний, нежели от государственных, потому что зачастую их главная цель – это деньги. Тем самым распространение фейковых новостей может быть использовано для получения прибыли. Думаю, реально только научиться проверять и стараться уменьшить ущерб от распространения фейка. Сегодня у нас есть уникальный шанс обсудить злободневные вопросы средств массовой информации с представителями самых разных культур и цивилизаций. Символично, что именно в Астане, новой столице Евразии, Восток и Запад сообща ищут ответы на ключевые вызовы современности. Медийный ландшафт меняется. Чтобы сохранить и укрепить доверие аудитории, слушающей, читающей и смотрящей новости, нужны профессионалы. Медиа-индустрия каждый день сталкивается с все новыми и новыми вызовами, решать которые можно через призму, где отсутствуют культурные барьеры. Азиза Макулбаева, Ербулдаиров, Хабар, 24, из Истаны.